В интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что к детям на улицах подходят незнакомцы с неизвестными целями. Это повод поговорить со своим ребенком о правилах безопасности, а взрослым всегда быть на чеку. В первую очередь объясните детям, что любой незнакомый человек на улице представляет для него потенциальную опасность. Если к ребенку подходит человек, начинает разговаривать, что-то предлагать или о чем-то просить, нужно сразу уходить и не вступать в беседу. Лучше отправиться домой или в любое людное место. Никакому взрослому помощь ребенка понадобиться не может. Ребенок априори слабее любого взрослого. Если взрослый справиться не может с какой-либо ситуацией, будь то котята в подвале, либо донести сумки, ребенок с этим не справится тем более. В ситуациях, когда незнакомый человек просит ребенка в чем-либо помочь, он может давить на чувство жалости или стыда. Важно не поддаваться таким провокациям. Также нужно категорически отказываться от любых гостинцев, которые незнакомцы могут предложить. Популярная игрушка, вкусняшка и так далее. И ни в коем случае не ходить домой к чужим людям. Еще хуже ситуация, если начинают ребенка манипулировать опасностью с родителями. То есть также подходит незнакомый человек, обращается к ребенку по имени, прям по его действительному имени. И говорит, что с мамой или с папой случилась беда, они попали в больницу, нужно быстрее ехать. То есть, во-первых, спешка. И человек изображает панику и суету какую-то. У ребенка сразу, соответственно, страх за родителей. В таком случае важно не поддаваться панике. Максимально разорвать дистанцию с незнакомцем и попробовать связаться с родителями или родственниками самостоятельно. Если взрослый человек перешел в наступление и стал применять физическое воздействие, не нужно стесняться кричать и говорить «я не знаю этого человека», тем самым привлекая внимание прохожих. Можно пытаться легаться, пинаться и кусаться. Если под рукой есть какой-то предмет, можно кинуть им в витрину или машину, чтобы сработала сигнализация. Это не обязательно будет дядя, это может быть тетя, это может быть бабушка, либо дедушка, это может быть подросток. То есть, возраст здесь значения не имеет никакого. Поэтому родители должны донести, что любой человек может обратиться к ним с какими-то подозрительными вещами и обязательно проинструктировать ребенка, что мы не разговариваем, либо отвечаем максимально кратко, разворачиваемся и уходим. Держимся в людных мест и обязательно звоним родителям. Лекторы Школы детской безопасности поисково-спасательной группы «Рысь Саров» рассказывают детям о правилах безопасности. Пригласить спикеров в школу можно по телефону. Плюс семь девятьсот пятнадцать девятьсот тридцать двадцать девять ноль один. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, 24.